сегодня короче у нас с тобой будет твой первый подкаст на твоем канале ну конечно же мы здесь собрались чтобы обсудить твою поездку мы с тобой как стив джобс и возник с горожан да даже мы разорвали гараж не горошек с акустическими прям цирку стическими способностями мотоциклы велики что на сердце он просто интересно расскажи про поездку как как у тебя такая идея вообще в голове появилась как сгенерировать такую мысль чтобы собраться в одиночестве поехать ну изначально кстати у меня этот изначально у меня мысль пошла поехать именно до джакарты то семья не было вообще мысли добавили а я изначально даже не так думаю изначально думал поеду сингапур и все эти бы правда прекращу поездку а потом что-то чувак не там написал по поводу боли прошлогодние фотки скинул я посмотрел думаю блин там же еще и боли все на боли сейчас едут ну вот я этот маршрут продолжил насколько я знаю это что уже не первая поездка то есть у тебя же какой-то опыт есть но опыт прошлогодний ездил также с куалампура до север сейчас я поехал грубо говоря на юг с кулумпуру с малайзии также купил велосипед поехал на север через таиланд закончил путешествие все же ну вот расскажи поподробнее допустим если человек захочет проделать такой же маршрут как и ты то есть с чего начать с покупки великов первую очередь как это не знаю машина есть велик машин берется не есть велик не допустим если он не хочет но вести туда велик а уже по приезду купили смотря какая 5 страна это не знаю если это например малайзия вот если я захочу по твоему маршруту проехать под которому я сейчас последний то есть я приезжаю куда в малайзии покупали ну да и отсюда уже выбираешь себе но спал азии там наберу тут летают самолеты это дешевую и ты уже выбираешься страну например за прямые листы летают или ты до малайзии да да я с хашимина летел думала то есть это вьетнаму долетел я был сначала венере вьетнаме потом мы разъехались я с вьетнама поехал в колумбур хашимин колумбур два часа по моему летит ты получается когда 17 декабря улетел изначально из москвы 17 декабря только пару дней назад нет но я изначально я же говорю я сначала был на вьетнаме на фукуоке две недели после этого 3 числа я поехал в колумбур вот как раз мы с тобой созванивались ты еще был в таиланде и где-то числа 3 его в колумбуре 4 5 5 числа и старт стартану и 4 вечером или 5 января после нового года и вот колумбур я поехал до сингапура ты получается то что две недели отдыхал вьетнаме ты обдумал все поезда ну да я там смотрел всякие нюансы погоду как вообще это все как вообще это все но как конкретно воплотить эту жизнь у меня уж было в голове но такие мелкие нюансы там погода билеты там дороги там смотрел какие-то спутниковые фотографии шина как вообще вот смотивировать себя в одиночестве отправить такое путешествие смотивировать ну не знаю я просто интересно то есть у меня как бы особо мотивации мной плюс погода хорошая не знаю какой-то конкретной мотивации меня не было но то что ты вот отправляешься в одиночестве наоборот это даже но в одиночестве это что то есть у тебя какая-то какая-то степень медитации в плане ты едешь думаю крутишь эти педали ну и плюс у тебя постоянно меняется пейзаж то есть одно дело когда ты лежишь на пляже уже на и представляю во время поездки твой мозг просто тысячу мыслей ну да у тебя постоянно какие-то мысли ты что-то думаешь по поводу работы потом думаешь где тебе вечером ну я и соответственно я спал не в палатках гостиница ты думаешь дети переночевать сколько тебе проехать будет ли сегодня дождь если должен будет сколько тебе где как ну короче где те как остановиться где те там поесть ну плюс у тебя кстати меняется то пейзаж меняется кухню там этот города города в индонезии тут одна кухня тут кухня другая тут 3 4 вот ну не знаю мне вообще весело честно говоря в этих поездках то есть пока я был мало в вьетнаме две недели конечно более тяжело чем потом круто слушай но если допустим взять обычного человек который ну я не знаю там максимум две недели себе отпуска позволить ну да то есть человек работать на обычной работе там пять пятидневка и он максимум две недели взять и тут грубо говоря слушай тут я уже ничего не могу сказать мне она у меня просто такого ограничения не было по времени про который ты говоришь и поэтому вообще здорово я думаю да блин их две недели можно уложиться в принципе я думаю уже можно собственный тур организовывать в общем туда я следующий тоже думаю я можно уже целую команду собирать ну а чё нет собираем подписчиков и будем организовывать туры выше но до мысли продолжим то что мы приезжаем в малайзию покупаем велик то есть ты заранее уже все присоединился знаешь какой модель ну я знаю уже цену я знаю какой успехом какие рамы списался с продавцом ты приехал все было я бы переиграл то есть я взял в итоге вот это велосипед были на я хотела на 54 вот те которые которых я отказался что-то при когда приехал посидел на вот этих двух и мне не по я и второй момент у этого были дисковые тормоза я понимал что мне ехать в гору а с горы на вот этих на клещах ну как бы они менее эффективно они просто легче но эффективности в них меньше поэтому я от этого отказался я взялся такой на дисковых плюс у него побольше рама и похуже на веткового то есть я взял на этой на 105 групп в общем изначально велик который ты выбирал он тебе не нашу дорогая помню не подошел потому что я чет на нем посидел мне не понравилось не я вот в итоге на этом остановился я там пару часов у него провел плюс я поменял сразу резину на нормальную кстати нет резиновый потом я еще раз поменял он не какую-то голову поставил то есть и с утра приехал и целый день мне я приехал после обеда после обеда приехал часа в три наверно и вот я ходил там поел туда-сюда потом опять выбирал потом опять как часа три-четыре мы там крутились я сначала думал но вы заранее как списывались да вообще здорово нету мы контактами конечно контакт у нас были я уже с ним переписывался я знал модельный ряд я примерно у меня уже говорю у меня все в голове было где магазин когда этого магазина доехать то есть принципе вся но с другой стороны отчетом доехать из можно очистить кстати от аэропорта на такси доехать я просто интересно конечно будет всем знать сколько будет такой девяностотычный но это если в рубли до с рубли конечно этих рингит четыре с половиной тысячи поле не помню 4 короче со всеми делами со всеми то что я апгрейд делал как поменял резину и обмотку по моему в общей сложности мне вышел 90 а педали он не поставил 90 так по моему 84 блин ну круто ты получается в этот же день купил и сразу отправился где я переночевал это был 3 4 на 4 переночеваю там забыл у них футболку на следующий день вернулся и все и поехал 4 числа я стартанул ну а ты по моему рассказывал что еще гамакси покупал да да я заехал гамак купил ты сразу перед покупкой ты купил гамак да перед поездки но я два раза и пользовался на самом деле нет то есть вот гамака лучше было бы не брать но он только мешал но он весит килограмм весит занимал много места то есть если у меня вот эта сумка должен был положить от кого два раза и воспользоваться остальное как бы что-то с гамаком я нет но то что мне понравилось мне понравилось на просто надо гамак разбирать ну про игру в антонезии кучу этих лежанок деревянных земляк просто и все или вы позволяет конечно ну да климат позволяет гамаке в малайзии там этих лежаных нету там было актуально ну дождь идет на при этом раз его разложил прилег в гамаке но потом что-то как-то не охота уже не собирать его не разбирать хотя там принципе делов-то немного опять минут делов ну как то вот с гамаком не не срослось в этом в этом случае ну следующее путешествие гамак не берем да гамак ну вообще лишь люди которые ездят с палаткой и со всеми вот этими делами наверно гамак в принципе может быть какая-то интернатива с и палатку будет мешать если палатку взять блин да если палатку взять еще одна мне кажется самый крутой тур это с палаткой но мне я просто вообще без палатки ездили там змейка запустят дай не она ночью чем змейка ничего ничего не у кого не заболзает от комарок и но просто не знаю как то комфорт не помыться в отеле ты у тебя душ все дела и лег на тут надо чуть ночью раскладывать искать ну вообще так более трушно как говорит более настоящие это наверное ехать с палатками если тут палатка есть ну какая-то она должна быть облегченная все это да у меня этого нету это блин ну плюс это лишний вес вставить не это некуда то есть надо покупать мтб велосипед вот такой и на таком велосипеде ехать уже на него вешать кофры и на нем ехать на такое куда ты будешь палатку с это 20 килограмм я вел сейчас по моему около 8 сумку там палатка чехол для перелетов то все кеды шмотки ближе к вечеру спина ночные устаешь а я не верни в него живутся на себя у тебя просто у меня просто приставлю здесь все раз сюда к этой и сегодня я ничего на спине не вожу специально ну просто все равно тяжело то есть горы куда подниматься определить а 20 килограмм ну да то есть у тебя был маршрут малайзи ты поехал до сингапура до сингапура и у тебя сколько это по время 500 километров 450 на это заняло пять дней то есть я уже был сингапуре 9 числа переходил границу джо хор бару гору такой малайзии все же расскажи историю лучше как как ты сделал этот переход но сингапур переход смысле слова и сингапур ну да сама граница то есть какой ну конец с малайзии самой южной части джо город джо хор бару такой джо хор бару приехал туда по моему 10 или 9 числа это был январь вот как раз 4 4 5 6 7 8 до 9 я переходил ну переночевал я приехал вечер снял гостиницу промужу переходную перед переходного пункта ну и все по заехал до котлом помню что-то купил какие-то мелочи как-то там что-то готова нашел даешь не по гугл-мэпе здорово русский человек он все что угодно ты как бы ты нашел да ну в общем подошел ты границы что дальше на велике паспорт даешь они там сначала сначала я конечно не мог выехать вообще вот на этот чтобы туда поехать туда тебе нужно выехать на магистраль магистраль не мог подняться я там кружил кружил ну это утро было и в итоге я пересек эту речку не как вот твоя полоса с мопедами еще один офицер меня встречает после перехода этого моста и все уже начинает сингапур он говорит вот вставай сюда велосипеды здесь только у нас одна полоса для велосипедов ну где велики и мопеды да? не, 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 только велики и он не встает и короче только ты один да? не, 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 и сзади меня еще на мопедах там выстрелились почему-то не знаю хотя он мне сказал полоса для великов и начинает что-то проверять проверять документы не может мой паспорт отсканировать в итоге говорит ну так как сингапур страна для эмиграции такая довольно популярная там у малазийцев это у наших по-моему даже многие нелегально то ел ну вот и они отправили меня в офис с моим паспортом и в офисе уже такой на бордере ну типа на границе меня встретили три человека и начали расспрашивать это было часа три куда я еду время возвращения где я буду оставаться как у меня цель поездки но такие вопросы общие которые задают на этих на границах и все и в общем то но у тебя не было какой тревожности паники то что сейчас ну паники не было я просто думал о том что если меня не пустят сейчас то придется менять просто план маршрута а у тебя уже билеты будет не сингапур не покупал причем этот меня спрашивает у тебя есть билеты я говорю да есть покажи и я начинаю быстро быстро в телефоне бронировать эти билеты ну как я успел показываем забронированный не облачный смотрит смотрит а где как номер номер брони я горда лоджи они начнут как удалились комнату из этого часа риска бы на миску да 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 ну такой ничего сложного то есть они там не говорили у слова в общем то все с видевали в запасах нужно их понять и проблем нету а ты вот переводчик ну какие-то вещи пользуешься чуть и непонятно так когда ты с ним когда ну так общаешься не бывает и что-то переспросишь там типа очень быстро я говорю так не понимаю ну например ну и все эти там раз жевали сказали получается все ли те пропускали они мне пропускают ставят кстати там по не ставят паспорт просто дают какую-то бумажку что-либо не помню и все и ты как бы проезжает границу все я сингапур сингапур маленьким как две москвы может быть там 8000 утром или вечером ну сколько я утро выехал из гостиницы часа два там на границе ты провел в час два дня я заехал сингапур что на здорово участие приезжаешь днем и ты такая картина у тебя открывается ну да ну такой как бы прямо не сказать что сам вот эта вот часть которая у границы она какая-то там живописную зелени много то что здание высокие все здание высокие тоже в самом центре это уже там внизу я туда попалась ближе к вечеру я пока там спустился пошел поел что-то мне на голове как у снять симку купить ну и вот так вот потихоньку но ты когда зашел в магазин там симку покупать цены шакеры но цены сингапура шакеры мне кажется они даже выше этих выше этих в дубайских хотя дубай тоже считается город дорогой москвой точно наверно раза в три с дубаем раза в два вот тель-авив еще я был дорого да ну и сразу сколько цены в сингапуре таки сам не видел то есть набра комнатушка как от гараж в районе там питают а какой 15 до какой даже мель половина этого города то есть это чисто кровать стоит маленькое маленькое пространство для душа ты помоешься до метров до 10 на 10 11 может быть вот она стоила 110 долларов в сутки ты вставляешь на такие деньги что ты москве снизу центре нормальный номер ты себе мог снять вот там на окраине в квартале чайна там я снял этот номер сначала на сутки потом еще на сутки ну потому что мне билеты я что-то взял на 12 что до джакарты и мне пришлось что было 10 соответственно 11 минут был чем дело но так я ездил там смотрел путешествовал смотрю какие достопримечательности марина бэйд марина бэйд этот парк ну это здание настолько с бассейном а вот этому я мимо него проезжал внутри оттуда не ездил с тремя этими садом да как впечатлил после москвасити парка этот не съездил что-то ну я кроме этого зато везде по было в принципе сингапуре во всех этих таких вот я видишь формат путешествия немножко другой ну плюс понимаешь туда чтобы идти надо где-то оставлять двери как правило у них геморрой они все время как тут нельзя тут нельзя сейчас будем кому-то звонить чтоб ты где-то оставил там ну короче в сингапуре понятно у тебя не украдут но вот я например говорю в индонезии как приходите торгуется для насчет купидею оставить оставляй тут игра здесь у этого можно здесь нельзя оставить оставляя на парковке ну и короче так же и здесь поэтому по каким-то местам таким вот туристическим куда можно было походить без велика вот я особо и так принципе не допустим вот как обычный турист без велика ты бы хотел бы еще допустим сингапуре поводили особо не меня особо не впечатлило час я вам еще погода начать паспортного ну буду это вообще в принципе сезон дождей был малайзии в сингапуре но нельзя это особо не напрягало не пришел напрягал ну как яичная велика считать напрягает дождевика у меня не вы просто если дождь идет я там пережидаю ну прям конкретно везде не заряжал неровность все равно там дождь идет и тепло комфортно ты видишь то самое лучше тепло даже после дождя тебе все равно ты садишься велосипед и как бы продолжаешь продолжаешь езду и тени холодно ночь вечер день это неважно то есть этот очень большой плюс всегда 30 градусов ну в асфальт чуть сырой там какое-то время ну так целом покрытие но в сингапуре малайзии тоже в индонезии плохой на бали местами туса пенида потом ездил говно смотри короче сингапур ты покупаешь билет как вообще вот допустим с великом то есть и надо багаж разбираешь его до его разбираешь просто да у тебя там есть набор ключей сколько 10 минут ну 10 минут вот чехол который все складывали лежит у меня сзади в этом не чехол ну как бы сумка для меня чехол лежит в сумке все я велик разобрал по живут чехол все остальное но бросил сдал багаж как правило все авиакомпании принимают этот чехол как обычный багаж в багаже место и как место багажа и все без доплаты всего летит просто как за багаж планиру здорово то есть ты получается сингапура покупать билет летишь добавить до джакарты до джакарте а сколько по времени перелет по моему два часа ну из европейцев ты на только один там долго свалить сингапуру джакарту да я едино пейцы был один и самый высокий но я не знаю я не верился вот сколько метров 90 метров 90 вот а до этого до этого до куалумпура с хашимина тоже европейцев не было европейцы уже появились на валии вообще все азиаты когда тебя видят они прям фоткаться хотят с тобой дружить парень довели европейцы да да не подходит ну как бы мы довезли знающий в юго-восточную местная особо язык не очень хорошо знают амельский да не индонезийцы вообще индонезийцы надо индонезийцы в черне на бали хорошо там наяве ну в городах знают так между городов не в общем ты поэтому общаешься через google translate либо через руками прилетаешь в джакарту в джакарте все в джакарте задерживал забронил не они ничего не собираем собираем успех да прям в аэропорту тоже 10 минут все занимает там цепь застегиваю всего и поехал первый день там я джакарта огромный город первый день это шумный большой пошел на нашу по размерам на то что вот движуха пробки тогда да все то же самое как москве движуха пробки размером больше в этом плане как там много мопедов более культурно старается вот я вообще я вообще да не видел одну аварию я видел за всю вот этот дверь с лишним тысяч километров для 300 или 400 одну аварию я видел в синтонезии хотя движение там именно на мопеде да вообще принято не было хотя движение давно сильно интенсивно и водят они я не знаю как они умудряются не друг друга не сбивать вот поэтому и фашими не не баловая нигде не было не вьетнаме но в хашими не вьетнаме общей кавари не видел ну вот значит ты какой-то был сын еще город после джакарты но большой симаранг такой это между сурабай и джакарты ты сколько это до него 400 километров потом еще четыреста до за были промежуточные остановки даты ничего ругаешь да я ночевал в отелях придорожных как то есть до этого получается 500 проехал и сейчас еще да еще после этого симаранга еще 500 короче по яви но я еще по я его по прямой от джакарты до парома с другой стороны у тебя были живут промежуточные отдых то есть и устанавливаться промежуточные ну да самолете аэропорт ну в целом да ну так чтобы дня дня я не крутил такого него в принципе все дни я крутил бы далее но бывало мало 50 не 100 там 150 ну было 40 50 вот когда там дождь или когда там ты полдня летел но каждый день практически окрутил но там какой маршрут то есть там гору вниз но я только на вулкан поднимался в гору и на этот водопад а так я вот практически прямая ну около города около моря что на вот эти вот впечатления когда ты один поднимаешься на вулкан в соединении с природой до отсоединения природы абсолютно то есть какие мысли блин не представляет там ну ты его соединяешься с природой ты просто понимаешь что ты как бы что ты просто ты такой маленький человечек огромный вулкан он действующий новую действующий но не так он часто деду как бы он не сильно извергаетесь там лала как-то спускается но прямо на указано насколько я знаю в индонезии по моему самое большое количество вулканов действующих на даже периодически бывает да да этот который сам на бали он и периодически извергается этот бром изверга но на я это к нам 5 вулканов плюс на бали плюс потом на этом дальше на острове на ломбоке какие-то есть ну короче есть там у кана на 10 я не знаю мне кажется больше 20 вообще в общей сложности много островов там ну тогда я запомнил там очень много все же но вот сам подъем то что рассказывал какой сына в гору в городе не было такого что всех блин не могу было было бы ну хочу домой ну или просто допустим прекратить маршруты пригодить маршрут было да когда я понимал что типа там я там с нуля поднимаюсь где 500 метров набрал и такой вбиваю я уже тысячу ехал вверх но все уже пути назад нет все куда уже ну слушай сейчас 500 я имею ввиду высота не длина 500 измеряю мне там измеритель такой есть 500 думаю блин я хотя бы 2000 мне еще две тысячи а две тысячи там ну две с половиной тысячи я полтора дня поднимался то есть это конечно ну такое очень тяжелое испытание то есть не знаю у меня еще плюс эта сумка и и ты тащишь вверх сам по себе плюс дождь ну короче были там нюансы но вот за полтора дня я на брома доехал там мне кажется сразу идет расход тысяча две калории в день ну наверно там x2 но ты прикинь ты постоянно в напряге то есть у тебя постоянно напряге если ты по прямой у тебя инерции есть то тут тебя инерции общение то там получается были моменты когда ты просто не мог крутить то что наклон да да там были моменты у него на видео есть что там вот сам наклоном просто уже там я не знаю сколько градусов там под 40 на то есть вот такие наклоны где тебе приходилось просто катить местные предлагали типа давай за деньги мы тебя поднимем я думаю не я садись нет они прямо садись великом на воде я даже в этом плане не сумасшедшие видео они елки возят там елки там что только там не водится ну мопед холодильник я видел кондиционер чувак другой собаками другой мопед вез чувак мопед с мопедом тоже один раз я видел спид видео поэтому я думаю для них не проблема была то есть ты в течение дня поднялся ногу в течение двух дней я первый день набрал высоту 2000 но я в отеле переночевал между двумя днями все так восстанавливаю посидишь где чаю попьешь и дальше наслаждаешься природой тишина идеально но тишина до зелени много-много там с удовольствием много наручу выращивать всякие овощи и фрукты но люди сами гостеприимные таки угадай на визит в общем-то гостеприимные вот обманули про час но это уже наверно в туристической зоне а вот если мне я там основная часть там болит как раз таки меньше обман в основном или все их звать тебе пишут но это где в магазинах магазина где еще до везде в бокашнице хватит а вот ты рассказывал историю утром просыпаюсь заехал в час ночи просыпаюсь 5 отстуком вообще на не понимаешься прыгая вот и не понимаешь что происходит до улицам подходит тебе надо доплатить а я уже оплатился чизбуки да да чизбуки карты все армянской оплатил где надо доплатить я говорю почему то же у тебя платил на другой отель и в итоге мне утром показывает вот вывеска одного отеля ты оплатил в этот я такой груду вы чё ребята вообще что ты уже понимаешь да я хорошо какой-то обман ну как блин висят две вывески я говорю вбиваю в google его отель этого чувака как это него ты когда вот и google твое название вот твои окна твоего ну твои балконы как бы сама экспозиция все как у тебя ничего не знаю плоти да 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 ну и все и такой говорит не быть сначала как мы тебя не выпустим не выпустим давай сейчас я полицию буду вызывать ну а чё я там с ней буду конечно но они в общем но они такие не не но проблем м не фоткались они мистер 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 сергей сколько раз это мистер каждый день по 20 раз к тому же местом витебе везде уже по поводу интервью да то есть ты ехал мимо да это уж конец был на я вида я ехал там какой-то этот там какой-то праздник у них сцена стоит я за его не местно давать не местные вообще не было никого больше они меня увидели белый бог заехал я туда уж она насколько я знаю то есть у них даже принято потрогать белый человек перед новым годом если ты трогаешь там замок это желание не местная верит но у меня зубки ну так бывало ну либо за руку либо просто сфоткаться на удачу ну может быть может быть вот ну и заехал я там сцена такая как бы брал какую-то еду они подошли там человека 4 все с камерами и подошел главный там то ли мула то ли кто где тут главный надо тут у тебя вопрос спросить они прям с камерой с микро но там нет там без микрофона но ведь камеру не были ты попросил русского переводчика я на английском вы короче более менее понимать да да мы понимали друг друга и он до меня спросил несколько вопросов стандартный откуда ну да откуда ты едешь там чё как с какой страны куда едешь сколько лет многие стандартный а где остановился где ты стал тебе но не было такого что типа приглашали в гости в гости в гости в гости были не помню не помню но по моему гости не приглашали не куда-то что-то я заходил кому-то чаще но так вот что прям массово не было такого массово не приглашали на вот маршрут получается ты поднялся на вулкан легче конечно же спускаться так один я спонялся на вулкан там так если по берегу есть так поднялся вулкан когда спускался заехал чем на водопад ас макадарипура называется самый большой водопад 200 метров водопад откуда вот водопады 200 метров высота его а вода кстати как теплая вода холодную так и градусов 12 не стал закупать не покупал куда полить ну терпим да да терпим и все и там опять спустился на дорогу и дальше мне там оставалось уже на километров 200 после этого после вулкана и все там уже после этого был город баниуанги так называемый это город откуда идет паром с явы до гели манюк ну да он там совсем маленький перешейк там они кстати как 6 часто ходит каждый вот я в бали полу каждый полчаса ходит или каждый час каждый полчаса по-моему короче особо то есть на острова на маленький там уже редко точно это нас аппенида там вот эти там чуть ли не разу завели кстати что-то пришлось за один билет до ними говорили сумму я даже не знаю велик выходил туда или не входил золотом недорого ну 50 тысяч по моим паромству а в этом по-моему еще это и того дешевле чуть ли не 15 уж а там тема такая там же нет у них не кресло ничего ты просто поводу полу где ну да паромах не все крест куда там две палубы одна палуба 1 палуба для транспорт 2 палуба с креслами как как-то вызвал но много кресла 3 пол в общем может стоять там он открыто там ну куришь попался мне просто как-то было что нету не сиденье чё просто ну это какой-то очень быстрый паром но там местные наездили просто лежанки такие матрасиков это работная общение пассажирск скорее всего все же короче теперь перебрался на парами да и все оказался на бали в самом начале на и восточной стороне но когда ты перебрался там был уже вот этот час пик пробки так я не в этом не в дон посаду это 100 километров по саре а там то конечно здорово получается дальше как ты проехал 50 километров заночевал в отеле и все и дальше покатил и все на следующий день он был дон посаде как ты вот допустим планируешь где ты будешь ночевать заранее смотрю стараюсь тоже вот а второй момент я это часов 7 до 10 буду крутить и часов 7 начинаю уже смотреть но места всегда есть да да места всегда есть практически сильно вот ты как онлайн оплачу когда как когда там например цена онлайн дешевле онлайн оплачу когда нет я плачу приезжаешь когда конечно даешь когда вообще-то и не бронируешь ничего просто увидел отель холм стоит так называемый там какой-то восклик стоп давай все все остаешься и как бы это получается но а сам бюджет на отеле да без толчка без всего без и без слива и жидим ковшиком моешься в тазу и кровать 4 баксом стоит романтика в принципе да самый самый дешевый руку но как бы сказать что он один вонеска но после такой поездки то есть ты сразу приходишь и отключаешься у тебя даже на нету времени там подумать ну как усталость сразу вырубаешься практически ну какие то ну плюс мне надо постирать если машинки нету в отеле но я говорю если машинки нет в отеле и нету рядом прочее стираешь ручную он редко такой был колени срок с там я мало проезжала не спать он укажет как правило каждый день ты крутишь потеешь и учет тебе нужно в любом случае как-то вечно носки по крайней мере ну то снег и сразу ты прямо в этих не вырубаешься переодеваешься постирать я точно тут нужно будет у тебя в среднем сколько 150 выходил среднем на листу ну ты чувствуешь что ты мог бы еще проехать или день или вообще в день вот ты понимаешь стойкой ну не в любом случае да ты всегда может и хоть можешь сутки тут вопрос как бы в том что просто сколько будет продолжаться степени как бы график собьется все равно нужно отдыхать ну ты там один день два едешь три ну ты прикинь 20 дней 30 дней но ты вот после такого периода начинаешь перегорать то есть у тебя нет такого что уже остановиться или вообще остановиться прекратить поездку в пределах там проехал ты 30 дней и дальше продолжаешь то есть в этот момент у тебя нету мысль такой что блин все я устал может это понимаешь что у тебя есть конечная . как ты ждал в нее приехал то что сейчас допустим январь или февраль такой блин москве снег холодно погреть а потом после поездки остаться дина да не но я это как бы там особо не спешил сколько катался по боли брони там 10-12 12 дней на и все плюс у меня виза кончал сколько там можно 30 дней 30 дней плюс можно еще продлить потом на 30 потом надо уже оверсто этот не оверстоя как он делает те страны да столько русских туристов в таиланде 90 90 сделали что его не последний год ну значит этот не то что последний год на зиму они делают я так понял на сезон ну да люди не ездили ну и плюс уши на деньги же бюджет сколько там отдыхающих несколько сот тысяч с каждого по 50 долларов в принципе да они там страны это не очень богатый поэтому я думал не кроме сукают как будто джону вот ты на чем оставились то что ты приехал от отель поспал там ничего не было ты первую очередь встаешь идешь ищешь где покушать ну да не я как правило прям сразу не ну если прям там нету завтрака вот это кстати среднем то есть один прием пищи был мне они я бы много ел то есть я как бы бывало останавливался прям там каких-нибудь шоколады куплю чем по ним только кого лишь сжигаешь то есть ты мог себе все что угодно позволить в принципе да я все и и тебе позовет любая фитонишка да как я же то есть то есть одним рисом в общем ты не ограничиваешь но я ел сладко все мороженое соки что у них кстати по мясу там мясо мало на курицу основном на бале свинина на этом наяве свинины нету говядины практически не видел то есть в основном рис курицу в основные все блюда на рисе на этом на картофель на сладком там что-то не делают ну как бы продукты фруктов ну да фрукты покупал маракуйя этот манго манго соответственно но они все стандартные на ножа конту поездки фрукты не приелись а я на много их не ел я раз пять покупал за всю поездку но с фруктами геморрой надо нож надо чистить нажал мне нету фрукты а в отель покупал это интересная дуриан кстати пробовал дуриан купил попробовал мне не понравилось мне причем этот чувак открыл 3 дуриана но ты их нюхал как они все воняли но не было прям сильной вони но я попробовал сам этот кисло-сладкий как кисло не кисло сладко-соленый какой вкус я вообще не понял сейчас я вот ты рассказывал у тебя был момент когда то ли температура поднялась температура поднялась и я кстати еще последний не отравился в отеле уж она на такие случаи то есть это вот какая-то аптечка что-то нет я заехал но даже летки и пару дней вот так за пару дней не удалось нормально остальное но чувствуется ехать и чуть тяжелее потеряешься ну пойти и всегда обычно как бы как этот станции раз ну а по воде вот сколько ты допустим день думаю литров 5 литров 5 литров броня 5 на 4 так представить допустим вот повседневной жизни 5 литров ты никогда не выпьешь на максимум там литр 2 конечно только расходу и да да расходуешь много не выпьешь не в день ты сколько выпиваешь пол литра литра все время же или что-то такой прилив силу энергии заряжен когда заряжена когда кирпу стал настолько заряжен в те моменты когда устаешь ты думаешь что надо денечек отдохнуть нет такого ты просто в эту прям конкретно в этот день который ты устал ты как бы отдыхаешь ложишься спать в гостинице все утром встаешь на автомате встал без будильника да как проснулся так проснулся в принципе спешит некуда больше бедра вообще сабельно просыпаешься полежал в телефоне там какие-то дела сделал там что-то ответил не ответил позалипал всего часок выезжаешь ну как правило до 10 часов выезжаешь но ты выезжаешь получается как жары еще не такой что жары не более-менее тепло это в 12 начинает 12 лет начинается же да но у тебя очки шлем то есть очки шлем но шлемом как и кепкой служит и как защитный механизм что ты совпадешь что ты получается доехал до боли до сколько уже километров ты накатал добавить 450 и там в районе 1200 на 1600 до и по боли 500 вышла и по носа пени динамство ну вот и вышло 2300 примерно такие казалось бы на велосипеде как вообще такое возможно ну слушай это же не за неделю это в принципе такой довольно долгий срок мне кажется люди позавидуют ты едешь на два месяца один кайфуешь наслаждаешься жизнь ну кто а когда кто-то скажет сумасшедший дать кажется резина да да этот как некоторые битвы крызи рашин крызи рашин все равно то есть мне кажется блин надо какие-то вызовы себе бросать не просто там тупо жизнь можно попробовать ну поделать восхождение или на велике ну да все что угодно но пробуйте чем пробуйте я как бы но ты пока ограничиваешь только великом это больше не знаю не знаю как уж там пойдет если будут какие-то еще что-то придет умную болоту возможно может быть и просто в гору поднять да не в принципе велик просто это прикол том что у тебя перемещение быстро довольны то есть это не пешком смена маршрута ну и как бы вообще физически полезно ну да очень здорово когда ты добрался до самого бали да как тебе вообще сама атмосфера ну болезнь считается что там дурал ческие люди то есть там такие все но байрала и как бы какими местами он не очень сильно нравилось местами было как-то живописно очень места были живописно мне больше понравился острова заседние от бали вот это прикольно а бали он такой но дэн-пасар вот это где все эти районы санур и текут и не знаю как переполнен много грязно до туристов много ну то есть он наши все равно русские 50 на 50 на там же австралийцы много новой зеландии австралии много европейцев да и вот наши вот это украина россия белоруссия казахи человека больше встречал но в основном по польше по поляки были немцы французы испанцы до кого только там нет у тебя там все время на велосипеде переделал на все время вообще то есть я уже может это стало допустим пошел прогуляться там не было где ты не можешь проехать там на островах где камни какие-то прям небольшие метры но в остальном я только не окупаться оставлял велосипедом просил русских первых это заедали они смотрели я пока купол но у меня просто прикол то в том ладно велосипед телефоны документ это за это ну конечно же документы велосипед там надо еще укатить пока туда-сюда документ раз взял кошелек ну и деньги плюс какие-то я просил там ребят на море чисто море чисто ну опять же смотря где волны были волны были на народ серфинг и серфинг но вообще лет боли одну из самых таких привлекательных мест для серфинга но ты готов допустим повторить не он уже объезженный уже не интересно плюс ява не очень интересный там все на что-то новое все одно и то ну да на черновой пробовать не знаю какой-то куда ехать надо потому маршруту мне кажется ехать по вот это камбоджийском вьетнам таиланд этот малайзия таиланд это камбоджи или лаос там тоже прикольно да там офигенно есть но ты получается сколько пару дней назад до 14 я вернулся один те же расскажу ты время же разная погода другая то есть как ты зашла тебя спать ложишься рано сейчас пять часов вечера первых знаешь 5 утра в 5 вечера все тоже до 5 вечера ничего не то есть ты уже все силу то нет участка 106 вечер но я уже третий день уже такой привык вчера футбол ходил нормально так все спячь и уложишься 4 встаешь до спать уже ты просыпаешься темной до ревошу ночью перепели такой перескок во времени конечно и чаще в акклиматизация ну замерз в аэропорту так оделся на все у тебя длительный перелет сколько по 8 9 до дубая из дубая сколько летать ажай пересадка два часа вообще маленькая ну 17-часовой рейс общей сложности такой самый-самый короткий которому быстро прошел туда куда в шарик не думали но ты выходишь с аэропорта то есть вот эти твои эмоции впечатления когда ты ну в этом уходе же она сразу за 17 часов минус там разница минус 40 температур да как раз отмена заят оттуда жил 31 запрет минус 12 минус 43 градусов ты такой блин что брат конечно такие мысли потому что блин одно дело до 0 5 10 градусов а ты приезжаешь много конкретный просто минус блин поэтому не знаю даже не знаю такой маленький шок да но для организма точно шок то есть головой пикаешь понимаешься уж она вообще отлично до крутая история получилась но хотел у тебя спросить последний вопрос скучал по гречке по гречке с грудкой в принципе да я рад что ты согласился на этот подкаст и интервью да да думаю всем зайдет вообще хочу пожелать чтобы ты не останавливался на этом и продолжал ну я конечно все дальше больше уже я уже когда едут самолет сажусь блин куда бы дальше поехать в америку там конечно ехать и ехать ну там дольше доехать но слушай это и америка там и все остальное там и бюджет и все да в принципе думаю все получится да по любому получится спасибо сердце давай было круто